Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу проводимой работы по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, а также обеспечению дополнительных поступлений в бюджет. Возможности ведения малого бизнеса и частного предпринимательства последовательно улучшаются. Упрощены процедуры государственной регистрации предпринимательской деятельности, получения разрешений и государственных услуг. Постановлением главы государства от 13 августа текущего года при Министерстве экономики и промышленности организовано агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства. В результате принятых системных мер за минувшие 8 месяцев этого года создано 70 тысяч новых субъектов предпринимательства, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На совещании обсуждены актуальные задачи на перспективу. За три месяца с момента открытия приемных премьер-министр Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей поступило свыше 12 тысяч обращений. Основная их часть касается вопросов кредитования, выделения земли и других. Наибольшее количество обращений подано в Ташкентской, Кашкадаринской, Антижанской и Самаркандской областях. Из них 9 тысяч или 75 процентов решены на месте, в том числе 40 процентов обращений непосредственно на районном уровне. Это свидетельствует о том, что прежде руководители нижнего звена совсем не занимались проблемами в сфере предпринимательства. В связи с этим премьер-министру поручено обеспечить решение обращений предпринимателей прежде всего там, где они были поданы, а также выявить проблемы республиканского уровня и принять меры к их устранению. На основе этой системы в Хавасте до конца года будут освоены инвестиции на почти 1 триллион сумм. Число субъектов малого бизнеса увеличится вдвое. Будут созданы 7,5 тысяч новых рабочих мест. Объемы экспорта увеличатся в 5 раз и достигнут 3 миллионов долларов. Первый результат в Хавасте вновь подтверждает своевременность налаживания этой системы работы, направленной на ведение постоянного диалога с предпринимателями и потенциальными инвесторами, рассмотрение и решение их проблем, сказал глава государства. На совещании даны поручения по стимулированию организации новых субъектов предпринимательства, оказанию им всемирной поддержки. Рассмотрена проводимая работа в рамках механизма по восстановлению прекративших деятельность предприятий. Изучение показало, что 13 тысяч предпринимателей столкнулись с проблемами, связанными с получением земли, подключением к коммуникациям, оформлением лицензии и кадастровой документации. Глава государства отметила необходимость изучения хакимами районов и городов проблем бездействующих субъектов, содействия им в возобновлении деятельности. Хакимиатам, бизнесам Буцману, Министерству экономики и промышленности, коммерческим банкам поручено довести до конца выявление проблем предпринимателей, разработать комплексные меры по их решению и неповторению в дальнейшем. Поставлена задача разработать, запустить с 1 апреля следующего года электронные программы Татбуркор. Обсуждены вопросы обеспечения эффективной работы нововведенной системы по превращению коммерческих банков в бизнес-партнеров предпринимателей, содействию клиентам в решении любых проблем. Отмечалось, что ускорение ввода новых мощностей, профинансированных банками за последние два года, но все еще не начавших деятельность является залогом возвращения кредитов. По 1200 таким проектам, выявленным в ходе изучения, проведена работа по завершению строительно-монтажных работ, установке оборудования, оформлению кадастровых документов, оказанию финансовой помощи. Хакимиатам указано, что они должны решить имеющиеся проблемы по оставшимся 559 проектам и обеспечить ввод новых объектов до 1 ноября этого года. Подчеркнуто, что нововведение в сфере ведения бизнеса, выдача лицензии и разрешений все еще не заработали в полной мере. Лишь 103 из 693 видов услуг, включенных в единый реестр государственных услуг, оказываются через центры госуслуг и электронном виде. Это является одним из препятствий для лиц, желающих заниматься предпринимательством. В связи с этим указано на необходимость совершенствования системы оказания госуслуг в режиме онлайн, цифровизации всех государственных услуг. На совещании бизнес-амбудсман упоручено внедрить совместно с заинтересованными ведомствами систему изучения и оценки соблюдения законодательства со стороны государственных органов, взаимодействующих с предпринимателями. Агентству по развитию малого бизнеса и предпринимательства поручено провести во всех регионах открытый диалог с предпринимателями и решить препятствующие их деятельности проблемы, возникающие на стороне государственных ведомств, организаций коммунальной сферы и банков. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев отметил необходимость осуществления государством конкретной адресной работы по поддержке субъектов бизнеса. В ходе рассмотрения второго вопроса на повестке совещания состояние обеспечения поступлений в государственный бюджет отмечалось, что соответствующий прогноз за минувшие 8 месяцев выполнен на 107%. Обсуждены вопросы задействования резервов, увеличения поступлений, расширения налогооблагаемой базы. Отмечена важность повышения собираемости фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей, легализации теневой занятости. Подвергнут критики тот факт, что по городу Ташкенту, Сурхандаринской и Наманганской областям имеются многомиллиардные, невзысканные налоги, а руководители ряда районов и городов бездействуют и продолжают выполнять прогнозные показатели за счет крупных налогоплательщиков. Инспекция по работе с крупными налогоплательщиками, организованная с участием экспертов Международного валютного фонда и Всемирного банка, служит важным фактором для изучения резервов и увеличения поступления налогов. Отмечалось, что для дальнейшего повышения эффективности этой работы необходимо перевести крупных плательщиков налогов на электронные счета фактуры и интегрирование их к компьютерным программам бухгалтерского учета. Поручено оказать содействие около 30 тысячам фермерских хозяйств, переходящих с 1 октября текущего года на уплату налога на добавленную стоимость, внедрить соответствующие программы на обеспечение во всех регионах. Перед Министерством финансов поставлена задача снизить ставку налога на добавленную стоимость. Для непосредственной работы с 20 городами и районами, обеспечивающими 21% всех поступлений в бюджет, за ними закреплены ответственные руководители. Хакимы, руководители налоговых ведомств, ведущих слабую работу по выполнению прогноза поступлений, строго предупреждены. Президент отметил, что выполнение прогноза за счет взимания предоплаты совершенно недопустимо. Указано на необходимость тщательной проработки проекта новой редакции налогового кодекса с учетом предложений, озвученных в ходе обсуждений с участием предпринимателей, экспертов и представителей научно-исследовательских учреждений. По обсужденным на видео селекторном совещании вопросам заслушаны отчеты и предложения ответственных руководителей и Хакимов.